Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. У центра уваги экспорт. Пакашчики знішній экономічной дзейності сёння оціоніли на пасядженні гомельськага аблывы канкама. Інновації для медицины. Прапанова па вырабу гомелі імплантаў і протезаў прагучала сёння пачас прийому, які правёл старшыня Дзержавного комітета пановуцы і технологіях Александр Шумілін. Малая Радзіма пакалюбічы. Мясцовыя школьнікі і педагогі падзялілися выніками работы па выучэнні гісторыі свайго краю. Стагодзі узбройных сил прысвячаецца. У регіоні распачаліся урачыстые мерапрыємствы. А зараз абгэтым і іншым больш падрабязна. Нарушвання експортных паставак і новае рынкі збыту. Сёння на пасядженні гомельськага аблывы канкама оціонілі експортныя макчымасці регіона. Захучанымі планамі ознайоміліся нашы корэспандэнты. Рыгіон за адкрытый экономікай. Гомельськая в область заўсёту была арендавана на знішній рынкі. Зараз замеже Беларусі накіровыцца каля 60% прадукці. У минулым годзе експорт тавару коммунальными і прыватными арганізаціями повіляшыўся на 22%. У абсалютных ліжбах гэта плюс у амаль 200 мільйонів долару. Планы на гэты год прадуглежываць і ашшы бульзначнае нарушвання абйому експортных паставак. Во-первых, безусловно, осваивать новые рынки, потому что наша зависимость от стран ЕРЗС и России 80% удельный вес экспорта у нас туда идёт. Поэтому мы активно работаем над освоением новых рынков, это и азиатских рынков, и Китай, куда достаточно сложно пробиться. Но мы сегодня уже потихоньку начинаем туда поставлять продукцию. Тем более, перед нами стоит задача в этом году как минимум на 4 мільйона долларов отправить продукции в Китай. Ну и, конечно, европейские страны. Мы тоже перед собой ставим задачу в этом году нарастить экспорт туда где-то на 55 мільйонов долларов. У значной ступени селетние планы грунтуются на новых махчымастях модернизованных предприемств, у якей ацепер здольное выраблять новую конкурента здольную продукцию. Причим, шукать потенциальных партнеров будут сютым лику и пачас уделу наших делегаций у международных форумах, выставах и кермашах. Сараз запланованного на гэты год международная выстава у Китае, Экспо Китай-Еуразия, инвестиционный форум у Казахстане, международная выстава кондитеров у США, вязи деловых колов у Японию и перший форум региону Беларуси и Украины. А прачатаго, пачас пасяджыня Аблвыканкама, гучыны пропановы провести анализ интернет-сайтов предприемств, у якей ажыцявляюць внешнеэкономичную дейнасць. Размешанная на их информация далёка не заусюды з'являюцца актуальны, таго ж не усе сайты маюць версии на замежных мовах. Тычыца гэта у тымлику и сельско-гаспадарчах предприемствов. Сёня сусветные цены на весную молочную продукцию повеличваюцца, а гэта дадатковая махчымастя для нарушивания экспорту. Пришым тут шмат будзе залежыць адвынников проведення весновой сяубы и отрымання ураджаю, достатковага для развитя живёлага доулі. У областного комитета пасельской господарцы и харчаванье прогноз оптимістычный. В весеннюю паселную кампанию запланировано в этом году сев яровых зерновых и зернобобовых культур на площади порядка 165 тысяч гектар. Сев кукурузы на зерно на площади 78 тысяч. Что позволит аграриям Гомельской области обеспечить выполнение доведённого государственного заказа по поставке зерна, засыпать семенной материал и обеспечить общественное животноводство кормами под полную потребность. Лабораторию по вырабу имплантов и протезов планують створить у Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны. Об этом ишла размова сёння подчас приёму, який провёл у Гомелі старшиня Державного комитета по навуцей и технологиях Александр Шумилин. В учёные университеты распрацовали технологию нанесения антибактериального покрытия на вырабы медицинского призначения. Далейшим кроком можа стать открытие лабораторий по их вытворчасти. Гэты проект будзе жыцеляцца сумесно с Гомельским державным медицинским университетом. Такий тандем дозволит створать высокоякосную конкурентную продукцию не только для Беларуси, але и інших краин. Старшиня Державного комитета по навуцей и технологиях Александр Шумилин адзначая, что идея перспективная и можа быть реализованная у ближайшей будущине. Александр Шумилин так само адзначил, что праздник кальки месяцев будзе объявлены конкурс сумесных беларуско-китайских навуковых проектов. Лепшие распроцовки отримают финансовую подтримку. Планует собрать коля 20 идей для их практичной реализации. Я думаю, что 1 апреля он будет объявлен. Ну и к середине лета мы планируем подвести его итоги. Ей поданы проекты утвердить на беларуско-китайской комиссии совместной. Ну и, естественно, их профинансировать. Урачистый митинг за складанием кветок на Аллее Героев открыл сёння у Гомелесвяточные мероприемства, промеркованные до дня баронцу Айчины и 100 годзе у Збройных сил Республики Беларусь. Каля мемориала, керавництва в области, города, ветераны Великой Айчиной войны и працы, военнослужащие, представники громадских организаций и працонных коллективов. Яны собралися разом, каба дать данину поваги и удячности тем, хто у розные часы оборонял Айчину и тем, хто служит сёння. Удельники митингу ушановали память героев Великой Айчиной войны, хвили наимаучанне и узнак подяки за их подвиг усклали вянки и кветки до братской могилы. Это всенародный праздник. Потому что армия, она и есть армия. Её прошли сотни тысяч молодых людей. Это закалка, это действительно школа для молодёжи. Хочу сердечно поздравить всех ветеранов, особенно Великой Отечественной войны, ветеранов вооружённых сил, всех тех, кто служил в первую очередь с этим замечательным праздником, Днём Вооружённых сил. Ну и пожелать, конечно, богатырского здоровья. И чтобы они всегда готовы к защите нашего Отечества. Это самое главное. Завтра у 10.30 на площади працы у Гомеля пройдёт урочистый митинг. У протяг святочного дня отбудется святочный сход и концерт в областном громадско-культурном центре. На улице разгорнится выстава военной техники и пройдут показальные выступления военнослужащих. А в 18-й године распочнется святочный концерт на пляце у Цикаля Лядового палаца. У завершении свято салют. Её надбудется о 21-й године. У год Малой Радзимы у Беларуси повинен быть наведенный идеальный парадок. Об этом заявила керавник администрации президента Наталья Качанова на встрече с працыным коллективом предприемства «Белкап Знежгандль» «Белкап Союза». Словы Малая Радзима вымавляются за сабливой тепленьой у души. Гэта место, где человек народился, жил и рос, пройшел свое становление. На 2018 год для всех нас докладно вызначены задачи. Мы повинны навести идеальный парадок у нашей краине. Повинны быть фасады пригожые, территории прибранные. Поставлены широких задач у тем лику по сдаче объекта у незавершенного будовництва. На протягу 2018 года мы повинны зробить нашу краину яще больше пригожей и добро упорадкованной. Усё залежить от нас, сказала Наталья Качанова. Любовь до Малой Радзимы может проявляться по-розному. У агрогородку Пакалюбич и Гомельского района упор зрабили на выучение истории вёски и долучение до этого процесса у всех мясцовых жихаров. Что с этого отрымалось, ведая Олег Синцерову. Дети участвуют в разных проектах. Например, проект «Наши земляки», «Наши талантливые люди» нашей деревни Пакалюбичи. Дальше ещё участвовали в проекте по улицам. Когда была основана та или иная улица. За помогой школьников и их родных у Пакалюбичих не только издали для одновить сторонки местовой истории. По шуковой окраизнавшей работы затекавились она со старой лавиасковцы. У местовой церкви, например, могут поведомить факты из истории приходу и вёски, ведомые далёко не кожному учёному. Исследуем работы прошлого времени для того, чтобы нам познать. Как говорится, нет у людей будущего, если они не знают своего прошлого. Поэтому наша история для нас, конечно, очень и священно, и трепетно, и прилагаем все усилия, чтобы сегодня её изучить, вспомнить и передать будущему поколению. История, как разнавший музей, у Пакалюбичих в 90-х годах знаходящихся у Занепадзе, и лезь у Вогули не из них со списа объекта культуры, а ле одновился, и теперь лечится с одним центром малой родимым. Тут навод плясовку военные и сельско-господаршие техники створили, причем частку экспонату передали по распоражении президента Беларуси. Хоть есть тут и властные раритеты. Вот это самый пеший трактор, который заявился у местовых господарств еще в 1934-м годе. На постаментах его поставили не где в 70-х годах минулого ста годе. Интересно, что сюда он приехал еще своим ходом. Это первый трактор символ прационной славы Жихаров Пакалюбича. Рационное достигнение земляков для Жихаров Пакалюбич еще одна подстава на лице малой родимой. С 1981-го на протягу 5-ти годов местовый Калгаз-миллионер был перемостом высезаюзного социалистического спорборненства и узнагородживался червонным стягом Центрального комитета КПСС Совета Министра Советского Союза Всесоюзного Центрального Совета Правсоюзов и ЦК Комсомола по вынеку стяг, якими у статус пероходныха было выращено покинуть упакалюбичных на завсёды. Директор музея Катерина Воробей об этом рассказывая обаяцкого и агучивая свою махчаму самую заповедную мару Жанчина Урадженко-Чачевского района и ее родная вёска потерпела в вынеку Чарнобырской аварии и зараз уже неясно е собрать разом в учнях былой школы и объединать их вокруг музея. Это планы уже на бегущий год, тогда и пока любите останутся малой родимой не только для местовых же хоров, а и тех, кто свою родимую стратил не по властным ожиданиям. Постараемся найти те экспонаты, которые нам были близки и разместим их в нашем музее. А ещё планируем здесь провести встречу с нашей Чечерской землей, кто начинал там работать, учиться. Но живут сегодня большинство людей в городе Гомель. Я думаю, что мы соберёмся и это по силам нам сделать. Олег Сентяров, Ёген Макенка, телерадокомпания «Гомель». У Гомельским областным комитете природных ресурсов и аховы новокольного сяродзе открыта гарачая линия. По её можно поведомить о фактах порушения парадку на земли, допущенных субъектами господарения и насельництвам. У областным комитете спадзеются, что уже хары проявят принциповость и мкнение зарабить регион чистейшим и пригажейшим. На гарачую линию можно звертаться в прационные дни по телефону Гомеля 23, 24, 89 с 8.30 до 11.1. Два дитячая дамы семейного гаты попланують побудовать сё лето у Гомельской в області, яны з'явятся у Ельску и Жлобене. Згодна Дзержинвестпрограме при раунозначному делі республіканского и областного бюджета у минулым годзе два таке дамы побудовали у Рогачове и Лоеве. А кроме того, 2017-м за кошт сродка у Межнародного банка реконструкции и развития завершенный капитальный рамонт школу Будакашалёвским, Веткауским, Кармянским, Лельчицким, Лоевским и Петрыковским районах. У гэтым годзе проведуть капитальный рамонт яше восьми установ аддукации. Беларуси и Россия приняли усе необходные правовые акты для пероходу с першого ліпеня на электронные пашпорты транспортных сродкаў. Гэта дазволіць спрастіць оформлення документаў у Евразийскім экономічным саюзе і знісіць операцийныя выдаткі бізнесу. Стані макчымае реалізація прынцыпу празрыстості на усіх этапах эксплуатации аутотранспорту. З'явіцца макчымасть стварыць максимально паўныя історыі жыцця аутамабілів, які уключаюць паміж іншага інформацію об якості і абйомах технічнага обслуговання, а таксама ў дзелі аутотранспортных сродкаў у дорожна-транспортных здарэннях. До першага красавіка ў грамаскім транспорці Гомілі плануецца адмена гуковой рекламы. Рашэння прынята па выніках інтернэта пытання на адповедную тэму. Яго правялі на афіційным сайті Гомільскага Гарвы Канкама і газеты Гомільскія ведамасті. А крамя таго адміністрація районаў Гоміліа пранкетавалі работнікаў прадприємства і ўстануў. У ближайшы час аутотранспортные прадприємствы правядуць паэтапную адмену гуковой рекламы з паступовым змяшэнням часу ёе транслировання ў грамаскім транспорці. А таксама зніжэнням ўзроўню гучання да 70% і да паўнай адміны спершага красавікам. Абласная универсальная біблятэка імя Леніна пратягвае культурно-інформаційны праект Гоміль ў Асобах. Яго уголовная мэта знаёмства молодзі с таліновітымі і паспяховымі жыхарамі. На гэты раз гостям біблятэкі стаў заслужэн работнік культуры Распубліки Беларусь режісёр пастановшык масавых театралізаваных працтаўлэнняў Пётр Свярдлоў. Йон расказаў пра сваю дзятінства шлях професійного становлення. Атказаў на пытанні, які атычыліся правільнага выбару професій і удасканалюванням майстарства. Пётр Свярдлоў з'являецца дырэкторам дзятячай хореографічныя школы мастацтва ў города Гоміля, якая дала путёвку вялікая творчая жыццём многім юным талінтам. Міштым сваіх выхаванцаў ён арэнтуе не толькі на любоў да танца, але і спрабоў ўкласті ў їх і галоны і агульна чалавірчай каштоўнасті на прыкладі сваім асабістым і педагогаў установы. Таліновіты чалавек, таліновіты ваўсім. Гэта істверджэні, як нелька лепш падыходзіць якуе таксама стала часткай жыцця, аднавляя прадметы побыту і дае ім другое жыццё. Гэта і атаксама іншыя новіны вы можыця знаўсці на нашым сайці ў інтернэце. Па адрасе www.tevergomil.by Далі ў эфіры де-факта і спортывны аглята. Я з вами развітваюся. Добрага вам вечара і да новых сустрэчу эфіры. Эфір телеканала Беларусь 4 прадалжаўе де-факта В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребёнок. Сейчас уголовное дело передано в суд центрального района Гомеля. Напомним, ДТП случилось 19 октября. 21-летний водитель грузовика МАЗ двигался по улице Телегина в направлении Советской. На перекрёстке улиц Телегина Песина при повороте совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок от полученных травм скончался на месте. Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Выводы следствия подверждаются собранными доказательствами, в том числе показаниями свидетелями, результатами следственных экспериментов, а также проведёнными судебно-медицинскими, автотехническими и иными экспертизами. Установлено, что водитель имел техническую возможность остановить грузовой автомобиль в пределах видимости дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Зебра». Также рассчитано, что в конкретной дорожно-транспортной обстановке с рабочего места водителя грузового автомобиля «МАЗ» чётко виден силуэт несовершеннолетнего пешехода, который находился на правом тротуаре. Печальную статистику уже в чрезвычайных ситуациях пополнила история, случившаяся накануне вечером. В Житковичском районе на пожаре погиб мужчина 1971 года рождения. Спасатели Житковичского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Бронислов. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС происходило открытое горение кровли деревянного жилого дома. В горящей жилой комнате на кровати было обнаружено тело хозяина домовладения, который проживал один. В результате пожара огнём уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия, стены и имущества в доме. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара неосторожное обращение с огнём при курении. Проверку по факту гибели человека проводит следственно-оперативная группа. Несмотря на снижение количества пожаров, происходящих по причине неосторожного обращения с огнём, данная причина является одной из самых распространённых. В прошлом году количество пожаров составило 312, в этом году на территории Гомельской области произошло 37 пожаров по данной причине. В завершении выпуска оперативной информации от сотрудников госавтоинспекции Гомельской области. На территории региона за прошедшие сутки зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых, на счастье, никто не пострадал. Не обошлось и без случаев нарушений дорожного движения. 719 фактов за прошедшие сутки. 8 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 38 пешеходов пренебрегли правилами дорожного движения, также находясь под градусом. Таков обзор криминальных новостей к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я, Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания. Сво ошибкой хозяев в средней зоне воспользовался Ремезов. Вскоре Рыси счет сравняли. Сначала Сырей мощно выстрелил от синей линии. Чуть позже Зайчик точным броском завершил контратаку Гомеля. 2-2. Спустя минуту Ремезов вновь вывел гостей вперед. На это хозяева ответили голевым броском Колосова. Правда, на второй перерыв Неман все равно ушел лидером. Житких сделал счет 3-4. В третьем периоде он же установил и окончательный счет матча 3-5. Эта виктория сделала Неман недосягаемым для соперников в турнирной таблице. Места со второго под четвертое шахтер Гомель и юность разыграют в заключительных турах. Кстати, Гомель завершает регулярный этап чемпионата в субботу домашним поединком против Жлобинского металлурга. Обе команды гонбольного клуба Гомель накануне провели очередные матчи чемпионата страны. Девушки записали в свой актив очередную победу. На выезде обыгран РГОР БНТУ-2 Мужская команда на своем паркете принимала чемпиона страны БГК имени Мешкова. Подопечные Сергея Цыганкова неплохо смотрелись в поединке против лидера белорусского клубного гонбола. После первого тайма гости выигрывали 11-15. Во втором тайме хозяева также долго не позволяли сопернику далеко оторваться в счете. Однако концентрации на весь матч не хватило. В самой концовке брещане взвинтили темп и сделали свой отрыв крупным 22-31. В Гомеле завершилось первенство Беларуси по легкой атлетике. Соревновались спортсмены 2003-2004 годов рождения. Атлеты из Гомельской области пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Победителями первенства стали Виктория Бавтрель в толкании ядра и Мария Ковалева в прыжках в высоту. Спортсменам из нашего региона не было равных в тройном прыжке. У девушек лучший результат показала Елизавета Статкевичу, юноши Егор Селивестров. Еще одну награду высшей пробы в копилку команды области принесла Каролина Борецкая. Она победила в финальном забеге на 60 метров с барьерами. Также в активе наших атлетов семь серебряных и пять бронзовых медалей. В итоговом протоколе команда Гомельской области разместилась на четвертой строке. Первенствовали атлеты из Брестского региона. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.